Предвыборная гонка стремительно набирает обороты. Кандидаты в депутаты теперь хедлайнеры эфиров. Они с головой ушли в теледебаты. Параллельно проводят встречи с избирателями, продвигают себя в соцсетях, организовывают пикеты. В первую очередь, это люди должны быть патриотами своей страны, нашей любимой Беларуси, грамотными. Хотелось бы, чтобы было больше внимания каждому человеку. Широко эрудированный, имеющий хорошую программу, знающий, чем ему там заниматься. Беларусь решает, с каким парламентом проживет следующие 4 года. На места в палате представителей претендует в общей сложности около полутысячи кандидатов. Конкурс, как в престижный вуз. 5 человек на место, по некоторым округам 7-8. Это люди разного возраста. Молодые и дерзкие, а также кандидаты с опытом. Среди зарегистрированных 32 действующих депутата, 174 женщины, партийные и беспартийные, рабочие и безработные. Плакаты с информацией о них уже появляются на информационных стойках, расположенных на территории избирательных округов. Кроме того, информацию печатают в местных районных газетах. Я хотел бы, чтобы это первые были очень ответственные люди, честные люди, люди добросовестные и люди, которые обладают опытом руководства, чтобы там, непосредственно в Минске, на больших форумах, заседаниях отстаивать интересы нашей области. Первый этап выборов в национальное собрание уже состоялся. На этой неделе выбирали тех, кто будет представлять интересы регионов в Совете Республики. Что касается значимости Совета Республики, то его трудно переоценить. Хотя бы достаточно вспомнить, что этот орган может одобрять, либо отклонять законопроекты, которые приняты Палатой представителей, тоже в числе и принимает, дает согласие, либо даже назначает высшие должностные лица нашей страны. Состав Совета Республики формируется из списков претендентов от каждой области и города Минска по 8 членов. Еще 8 сенаторов назначает президент. Зарегистрированные кандидаты избираются на заседаниях местных советов депутатов тайным голосованием. Когда будут оформлены результаты голосования, документы будут передаваться в Центральную избирательную комиссию. И в ближайшее время состоится заседание Центральной избирательной комиссии. Предполагается, что это будет 12 ноября, на котором будет приниматься решение о подведении итогов выборов членов Совета Республики. Сенаторы традиционно люди известные, каждый представляет свой регион и разные сферы жизни. Врачи, руководители предприятий, главы передовых хозяйств, адвокаты. От города Пинска я юрист. И все проблемы в законодательстве юристов более очевидны, чем по сравнению с другими людьми. Поэтому, конечно, вопросов много. Работы будет много. И на весь этот предстоящий срок, конечно, есть уже какие-то планы, какие-то наметки. Я хочу сделать больше для областной больницы. Это основная задача, которую я хочу себе поставить при работе в Совете Республики. Ну а если говорить в целом про наше государство, то, конечно, мне бы хотелось, насколько я это смогу сделать, и улучшить ситуацию в экономике, что очень важно для всей бюджетной сферы, для социальной сферы. Надеюсь, что те знания, те инновации, которые мы уже сделали, опробировали на Гробинском регионе, послужат той почвой для принятия новых законодательных актов, изменения определенных законодательных актов, для того, чтобы бизнес работал лучше, чтобы развивался туризм. С моей точки зрения, на сегодняшний день самая большая проблема медицины, наряду с теми проблемами, которых уделял внимание президент, это выработка вот этого статуса врача и определение на законодательном уровне его правообязанности. Что мы говорим о правовой защищенности, поскольку время такое, все события, которые происходят с людьми, все какие-то негативные вещи, которые происходят в нашей сфере, поскольку они непосредственно связаны с жизнью людей, они имеют колоссальный общественный резонанс. И нам очень важно сохранить то доверие людей, которое завоевано, но и при этом двигаться вперед. Следующий этап избирательной кампании – выборы в Нижнюю палату парламента, в палату представителей. Он стартует уже во вторник. Основной день голосования – воскресенье. 17 ноября. Для выборов в палату представителей в Беларуси образовано около 6 тысяч участков для голосования в 110 округах. По одному от каждого как раз по количеству мест в овальном зале. Последняя неделя перед выборами традиционно самая насыщенная. Кандидаты спешат заручиться поддержкой тех, кто еще сомневается. Чьи аргументы окажутся более убедительными, Беларусь узнает совсем скоро. Константин Глубокий, Ирина Никитина, Надежда Завиновская, Контуры ОНТ. Константин Глубокий, Ирина Никитина. Константин Глубокий, Ирина Никитина.